Масонский дом Уже шесть лет крыша упала, стенка упала задняя. Если будет град с дождем, тут вообще все упадет. А крыша упала четыре года назад, в два часа ночи. Какая причина? Возраст уже. Думаю, 190 лет. Таких старых развалюх в Одессе сотни. Известнейший в Украине и за ее пределами дом Русова годами стоит в забвении. Но если в памятниках архитектуры находят себе жилье бездомные, и они могут попасть под обрушение, это несколько жертв, то в большом жилом доме могут и вовсе погибнуть целые семьи. На улице Ольгиевской люди боятся ночевать в собственных домах. Падает на голову страшно ходить. Когда я шла, мимо меня буквально в полуметрах упал кирпич, шлаковый лук. Не знаю, надо что-то делать и что-то думать, и до кого жаловаться, я не знаю. Дому номер 24 более 100 лет. По маячкам на фасаде видно, что трещины тут начали замерять еще с 2008 года. Но от этой процедуры дом менее аварийным не стал. В нем страшно жить. Когда рядом с жилым зданием проезжает грузовой автомобиль или с грохотом падает ветка дерева, жители просто выбегают на улицу. Боятся, что дом может завалиться. Ветхий он, к слову, не только снаружи, но и изнутри. В подвале давно нужен капитальный ремонт. Вот флигель. Еще с этой стороны он обваливался. Так что здесь в этом подвале? Еще полгода, и если хорошие дожди, как обещали, что в августе будут, флигель этот будет там во дворе лежать. А это уже другой дом номер 40, расположенный на улице Разумовской. Он упал. Обрушение здания с более чем 120-летней историей. Произошло ночью. Люди кто в чем выбежали на улицу. Три семьи остались без дома. Я на третьем этаже жила. Второй этаж тоже. Вот эта комната, она рухнула полностью с третьего до первого этажа. Три квартиры. Все, что я наживала, я одна с ребенком живу на съемной квартире. Все, что я наживала, все там находится. Малейшее дуновение ветра, дождь, град или снег. Любая природная стихия может добить старую молдаванку. Кто ответит за человеческие жертвы и кто приютит несчастных одесситов, потерявших свой дом. Ольга Голодова, Игорь Казанжи, Валентин Мирза, 7 канал.